Вирус африканской чумы свиней обнаружили в колбасе из Китая. Почти 2,5 килограмма контрафактной продукции изъяли в аэропорту Улан-Удэ у пассажира из Пекина. На жителя Поднебесной завели два административных дела и это, к сожалению, не единственная вирусная атака из этой страны. Об этом и не только в вечернем выпуске новостей на телеканале Оригу. С вами сегодня Саин Бухаева. Здравствуйте и коротко о главных темах. Запасайтесь масками. В Улан-Удэ прибыл мужчина с подозрением на коронавирус. Все подробности у Евгении Жирововой. Рабочая группа начала изучать причину загрязнения воздуха в Улан-Удэ. Как планируют решать проблему. Подробности в материале Кристины Сосниной. Где находится и как выглядит самый аварийный дом октябрьского района. И почему, по версии чиновников, его срочно необходимо снести. В материале Артемия Шакова. Мужчину с подозрением на коронавирус в ночь на 26 января доставили в инфекционную больницу Улан-Удэ. Сам он проходит лечение. Все, с кем контактировал, под наблюдением. Чем конкретно он болен, пока неизвестно. Когда появятся конкретные информации, насколько Бурятия готова к подобным случаям, выясняла Евгения Жировова. Пациент родом из Читы в центре внимания всей Бурятии. У него нет постоянной работы и места жительства. За последний месяц побывал в Китае, Таиланде, Индонезии и Монголии. В Улан-Баторе 21 января заболел. Лечение не помогло. Но он поехал дальше, в Улан-Удэ. Здесь родственники. Но он снял квартиру. Через сутки вызвал скорую. Сейчас мужчина получает лечение иммуномодулирующими препаратами. Сам он находится в специальном боксе, войти в который можно только с улицы. Кроме врачей в специальных костюмах туда никто не заходит. Нет. Специфической терапии не существует. Поэтому в лечении используются противовирусные препараты иммуномодулирующие действия. Чем моложе и здоровее человек, тем легче протекает заболевание. И напротив, люди пожилого возраста могут переносить тяжелую форму с неблагоприятным исходом. Первые признаки от обычного гриппа не отличаются. Насморк, кашель, температура. При тяжелых формах лихорадка, дышка, изменение цвета кожи. Чем болен мужчина, станет известно сегодня вечером. Результаты анализов придут из Новосибирска. Установлено медицинское наблюдение за 30 контактными. Общение происходило непосредственно на борту самолета. По домашнему очагу он проживал один. Мужчину пропустили в аэропорту, поскольку температуру он сбил лекарствами. Сейчас по поручению главы Бурятии в аэропорту, на вокзалах и пунктах пропуска ужесточен санитарный контроль. Имеется 391 койка для инфекционных больных. Также при необходимости планируется развернуть еще 1100 коек. Персонал обеспечен необходимыми средствами защиты, противовирусными препаратами, а также подготовлены специальные боксы. Коронавирусом в мире заболели около 3000 человек. Треть за последние сутки. 80 скончались. Россия экстренно эвакуирует туристов с Хайнани. Продажи туров приостановлены, вылеты отменены. Нам удалось связаться с прибывшими туристами из Бурятии. В их числе и наша коллега Лариса Иренцеева. Вот так выглядит эта маска. Стоит она 3 юаня, как и, впрочем, все остальные. Но проблема найти. Приходится покупать буквально из-под полы. Это большой дефицит. И продают только туристам, чтобы они могли спокойно преодолеть границу, не показывая местным жителям, чтобы их не злить. Досмотр уже есть на границе. У нас вообще это как формальность, я так поняла. Там все-таки немножко посерьезнее. Сильно, конечно, нас прям не сидели, не высматривали. Вот прям вот этот мужчина сидел на входе к паспортному контролю, всматривался. А у нас вообще зашли, получается, нас анкетки собрали, ничего никого не спрашивали. И все, у нас вот в автобусе одна девушка пожаловалась на насморк. И ее, видимо, куда-то увели пока ненадолго. Монголия уже закрыла границу с Китаем и отменила занятия в школах и университетах. В России у ста человек заподозрили коронавирус. Но ни один случай пока не подтвердился. Медики сейчас не советуют ехать в опасные районы. Если же это крайне необходимо, то хотя бы соблюдать элементарные меры безопасности. Ребенок погиб на пожаре в Бурятии. Из горящего дома бабушка смогла вынести только одного внука. Возгорание произошло в воскресенье в 11 утра в квартире жилого дома в селе Петропавловка Джидинского района. До предъезда пожарных 74-летняя женщина с одним из внуков эвакуировалась из дома самостоятельно. Вывести из огня второго ребенка не смогла. Восьмилетний мальчик погиб. Пенсионерка получила серьезные травмы, сейчас находится в реанимации. Семья у нас была проинструктирована в январе 2019 года. Летом прошлого года при дополнительном рейдовых осмотрах жилых помещений, к сожалению, там дома никого не было. Летом не смогли. А в январе 2019 года были проинструктированы. На момент приезда пожарных квартира горела изнутри полностью. тело мальчика обнаружили у окна. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать аварийная электропроводка. Пока не исключает и курение в помещении самой бабушки. Отмечу, в 2019 году в пожарах погибли 67 человек. Пять из них дети. С начала этого года жертвами огня уже стали 15 жителей Бурятии. Котельную Загорска модернизируют. Выбросы предприятий в атмосферу планируют снизить на 30%. В котельной собираются реконструировать систему очистки дыма. Для этого понадобится заменить часть оборудования на котлах. На третьей из них нужно установить батарейные циклоны. Они очищают дымовые газы от примесей. Кроме этого, потребуется переделать ограждение угольного склада, увеличить стены и запетонировать основания. Проект реконструкции котельной проходит государственную экологическую экспертизу. Вопрос о финансировании будет решаться позже. В целом, к решению проблемы грязного воздуха в Улан-Де приступила рабочая группа. Рассматривают ряд мероприятий. В разработку взяли даже опыт Монголии, где по ночам электричество бесплатное. Готовы ли власти пойти на такие меры? Об этом и других предложениях по улучшению экологической обстановки далее. Бесплатным однозначно нереально. Если просто снизить, я еще раз говорю, что это не даст никакого эффекта. Абсолютно наоборот. Будет только большая нагрузка на сеть и все. То есть нужно пересматривать вообще систему в целом отопления тогда. Сейчас вносятся уже изменения в предостроительный кодекс о том, чтобы запрещать строительство новых зданий и сооружений без подключения к центральному теплоснабжению. То есть это тоже, я считаю, что это плюс, потому что, соответственно, это не будет нового. То есть сейчас уже запрещено строить здания со своими котельными. На сегодняшний момент у нас три поста есть. Я считаю, что нужно должна быть система мониторинга пересмотрена и обращаться уже в федеральные органы Росгидромета для того, чтобы в связи с тяжелой ситуацией, опять-таки, в городе Улан-Удэ увеличить количество постов. Это даст более широкую картину происходящего вообще в целом. Будет выдаваться как квоты. Если вы не попадаете никак в эту квоту, то вы разрабатываете мероприятие по снижению выбросов. То есть уже каждый должен будет ответственен за свои выбросы. Мы будем закупать лабораторию свою собственную, как бы переносную, либо передвижную. То есть пока по цене определяемся, что все-таки сможем. И готовы будем замерять, как бы уже каждому предприятию будет такой рейд. То есть у нас уже будет основание, по крайней мере, говорить, что там выбрасывают они что-то или нет. Вопросы у жителей города не только к качеству воздуха. Среди тех, что отправляют нам телезрители в социальных сетях, мы выбрали самые актуальные и насущные. И адресовали их специалистам. Как говорится, спрашивали, отвечаем. Да, право на материнский семейный капитал возникает у женщины, усыновившей ребенка, второго ребенка, начиная с 1 января 2007 года, а также при усыновлении третьего и последующего ребенка, если ранее женщина не воспользовалась правом на дополнительные меры государственной поддержки. Не учитываются дети, которые на момент усыновления являлись пасынками или пачаицами данных лиц. В 2017, 2018, 2019 году порядка где-то одного километра сетей проложили. И в этом году выделены средства на разработку проектной документации по строительству сетей электроснабжения. Это уже конкретно четвертый километр спиртзаводской трассы будет. Это будет ЖК «Матрица». У нас завершено строительство. Это детский сад на 280 мест в поселке Сотниково и Волгинского района и двух школ по 450 мест в поселке в селе Поселе и в Лусе Хайтабее. 1 сентября они начнут функционировать. Ведется строительство двух детских садов по 280 мест. Это в селе Горульба и в Лусе Хайтабее. В микрорайоне Сокол будет завершено строительство детского садика на 280 мест. До 2023 года в Волгинском районе в поселке Сотниково предполагается строительство школы на 250 мест. Движемся дальше. И вот о чем вы узнаете из следующей части выпуска. Отравляет почву и не дает вздохнуть спокойно. Кто превратил лес вокруг Улан-Удэ в свалку птичьего помета, разбирался дежурный по городу. Эндемики Байкала в пазлах. Вместе с воспитанниками детского сада собрать нерпу попробовал Никита Карабенко. Ассоциация управляющих компаний появилась в Улан-Удэ. С ее помощью коммунальщики планируют сделать работу понятнее, доступнее и прозрачнее. Аналогов такого объединения в России пока нет. Главная цель – союза защиты интересов. В основном в борьбе с ресурсоснабжающими организациями. В том числе по завышенным счетам, принудительной установке приборов и некачественным услугам. Кроме того, организаторы планируют проводить обучающие тренинги. Например, по правовым вопросам, а также совместные рейды по коммунальным проблемам. В ассоциацию может войти любая компания, управляющая домом. Главное требование – безупречная репутация. Никаких жалоб от жителей, неоплаченных счетов или судебных решений. Сегодня в Союзе уже 20 компаний. Всего в Улан-Удэ их 130. Мэрия ищет возможности для сноса более сотни домов в Октябрьском районе. Выбрали вариант, с которым жители не согласны. В чем причины, выяснял Артемий Ушаков. Объявление о признании домов аварийными и подлежащими сносу расклеили возле магистральной дороги. Чем ближе к ней, тем дороже земельные участки под застройку. Новость сполошила жителей улицы Широких Полянского. Наш дом собираются перевести в статус аварийного с последующим сносом. С чем мы, жильцы, категорически не согласны. Наш дом благоустроенный. Там четыре квартиры, внизу офисное здание. Мы живем в центре города. Квартиры нас устраивают. Да, наш дом не новенький. Но куда больше у нас по городу, по району, по городу, по республике домов, которые нуждаются в том, чтобы их признали аварийными. С другой стороны, не все они находятся в центре. И далеко не к каждому подведены коммуникации. Отсюда и народная примета. Чем лучше и ухоженнее старый дом, тем большую опасность он представляет для своих жителей. Особенно, если на территории уже зашли застройщики. Чиновники срочно решили провести собрание и убедить жителей в аварийности их домов. Ну какое собрание-то? Какой аварийный дом-то? Квартиры у нас, ремонты такие хорошие. Поэтому как под снос, я ничего не могу понять. И тем не менее, людям уже предложили собрать документы для межведомственной комиссии. Она работает при городской администрации. Сами чиновники, судя по всему, о состоянии жилищного фонда в городе ничего не знают. Но если найдется в доме хоть один, желающий переехать, с радостью рассмотрят его обращение. Администрация города Ванде ведет разъяснительную информационную работу с собственниками живых помещений, оставшихся на квартирных домах. То есть у нас на территории Октябрьского района сформирован перечень площадок дома. Условия проживания, которые, конечно же, отличаются. Уже намного ухудшились за счет износа многолетнего. Мы предлагаем жителям провести работу по признанию их домов ветхими. Ветхий дом почти как сарай. Дорого не продашь, много не попросишь. Новое жилье в ближайшей перспективе также не дадут. Еще с домами, признанными аварийными, до 2017 года не разобрались. Но планы по развитию центра города мэрия уже имеет. Вопрос в чьих интересах. Артемий Шаков, Борис Геленов, телекомпания «Аригус». С проблемами столкнулись и жители окраины Улан-Удэ. Зловонный запах не дает им вздохнуть спокойно. Уже не первый год неподалеку от их заборов неизвестные сваливают в птичий помет. Люди почти уверены, что знают виновника. Ситуацией разбирался дежурный по городу. Зимний лес. Отличная возможность подышать чистым воздухом и вырваться из загазованного Улан-Удэ. Но если вы вдруг решите проехаться по Заиграевскому тракту, то вы явно ошибетесь. Потому что здесь, кроме запаха куриного помета, вас ничего не ждет. Два года назад мы почувствовали зловонные запахи. Вообще отвратительные. И зеленые мухи вот такие вот. Жители проследили, и оказалось, что это куриный помет. Раньше мы сюда с ребенком ходили, гуляли по грибам, собирали. А теперь на многие километры земля сейчас просто выгорела. Сейчас чуть-чуть сойдет снег. Мы бы с вами тут не разговаривали, поверьте, без противогазов. Куриный помет – это отходы третьего класса опасности. В удобрения они превращаются только через год. Ну и хранить их нужно, естественно, в специальных резервуарах. А тем, кто любит просто так выбрасывать, штраф 500 рублей за тонну. Ну и, видимо, любителям просто так выбрасывать здесь помет, это место очень приглянулось. На глаз не сочетать количество хомиков, которые здесь есть. Некоторые уже подлежат здесь давно. Но вот этот вот совсем свеженький. Буквально, ну сколько, 10 метров до дома у нас невыносимо запах стоит. Вот фото. Номер машины имеется. Вот водитель. Он сказал, что имеет полное право вывозить сюда птичий помет. Сделали запрос в ГАИ. Нам сказали, что эти машины относятся к птицефабрике. Хотелось бы обратиться к птицефабрике с тем, чтобы они убирали все это безобразие. От границ СНТ до лесного массива, где скидывают помет, нет даже километра. Попробуем спросить в птицефабрике, что думают по поводу обвинений в свой адрес. Директором хотите? Ну, нам не предприциально, мы можем и с директором. Ну, сейчас я пойду спешу. Сос, руководство нет. Время полпятого, руководство надо навести. Ну, конечно. Птицефабрика работает до пяти. Полномочия интервью дать генеральный директор. И без его распоряжения интервью не будет. Поэтому предлагаю вам завтра позвонить. И пускай в стране идет конституционная реформа, статью 42 о праве на благоприятную среду, для человека никто не отменял. Будем обращаться в надзорные органы. Надо проводить проверку по данному факту. А если вы считаете, что кто-то нарушает законы и ущемляет ваши интересы, звоните по номеру, указанному у вас на экране, или обращайтесь в наши соцсети. По городу сегодня дежурили Сергей Смоленинов, Борис Бальчинов, телекомпания «Арегус». Врачи получат меньше двух миллионов рублей по программе «Земский доктор». Придется заплатить налоги, но 130 тысяч вычтут только с одного миллиона. Вступили в силу поправки в налоговый кодекс. Подробно его изучила Ольга Расутункаева. Расходы на все виды лекарств можно будет вернуть. Но речь только о налоговых вычетах и только при наличии рецепта от врача и кассовых чеков. Облегчить налоговую нагрузку решили также на социальные выплаты, северные льготы и жилье. Если вам дарят имущество, квартиру, то тогда каждый гражданин обязан задекларировать этот доход и исчислить с него НДФЛ и уплатить в бюджет. Если вы получили такой подарок, то вы ее задекларировали. В последующем случае вы его продаете, то тогда уже вы можете эту сумму дохода уменьшить на ту сумму дохода, которую вы уже задекларировали ранее. И, соответственно, с этой разницей уже только заплатить налог. Изменения в налоговом законодательстве порадуют не всех предпринимателей. В новом году некоторые категории товаров обязали маркировать. Новшества коснулись меховых изделий, обуви и лекарств. И если раньше бизнесмены платили ЕНВД, налог с арендуемой площади, то сейчас придется с каждой проданы вещи. Налогоплательщики должны в течение этого 2020 года проанализировать свои обороты, выручку, проанализировать основные средства, численность работников. И таким образом добровольно выбрать систему налогообложения. Прощенную систему, либо общую систему налогообложения. Поправки в закон отразятся и на итоговых цифрах. Впрочем, рост налоговых сборов наблюдается каждый год. В 2019-м в республиканскую казну налоговики передали 36 миллиардов рублей. Ольга Арсунукаева, Виктор Агафонов, телекомпания «Оригус». Понятно, налоговая система выходит на новый уровень. Но почему именно 2020 год стал переломным? Как отразиться на конечной стоимости товаров? И по какому принципу отбирали пионеров этого новшества? Мнение экспертов далее. Я так думаю, что эти категории выбраны, потому что там очень много контрафатного товара. Все мы знаем, что из Китая много завозится меховых изделий, обуви. А НВД уже отменяется для них, я так думаю, в связи с тем, что учет этих товаров становится более прозрачным. Это, конечно, какие-то дополнительные неудобства. То, что надо вести учет. При НВД учет вести не надо. Было бы, конечно, обидно, если бы отменяли только для них. Ну, а так мы знаем, что с 2021 года НВД не будет никто не применять. Поэтому для них чуть раньше это такое решение. Цены выше будут. Налогообложение сильно высокое идет. На себестоимость обязательно скажется. Вы считаете, что может вырасти товар в цене? Это как пить дать. Мы резко негативно к этому делу относимся. К нам обращался Мурманский союз промышленников и предпринимателей. Депутаты Пермского края, депутаты Омской области с просьбой поддержать их в части, чтобы не принимали эти новые решения. Мы их поддержали, потому что постоянно наращивать и повышать фискальную нагрузку на бизнес просто-напросто нельзя. Он или растворится, или уйдет в тень. Карта московских бозных появилась в интернете. Брятские ученые обновляют ее уже в третий раз. Гости и жители столицы могут полакомиться традиционной кухней в 13 заведениях. Они помечены на ветках метрополитена российской столицы. А где лучше не лакомиться в Улан-Удэ, узнаете из нашего традиционного дайджеста. Его подготовил Сергей Смоленинов. Улан-Удэнец отсудил 16 тысяч за отравление шаурмой. Сомнительный перекус произошел еще в мае. Отведав среднеазиатского деликатеса, мужчина угодил в больницу с острым отравлением. Роспотребнадзор проверил киоск, нашел грубые нарушения и закрыл его на три месяца. Если что, заведение было на Барсоева, так что любителям фастфуда на заметку. Как и любителям быстрой наживы, пострадавший отсудил почти в 30 раз больше потраченного. Пусть и рисковый, но лайфхак. А вот вам другой. Как побывать на Олимпиаде, если ты из России? Попадут ли туда наши спортсмены, вопрос открытый. А вот у жителей Бурятии есть все шансы. На главные зимние игры открыт набор волонтеров. Требование быть старше 18 лет к 1 января 2022 года. Знать китайский и английский языки. Соревнования пройдут в Пекине. А значит еще одно важное требование, чтобы коронавирус уже прошел. А то соревноваться будет негде, да и некому. Никому нельзя было проехать и на мандрике в это воскресенье. Фура съехала в Кювет, и чтобы ее достать, пришлось перекрыть федеральную трассу. На городских дорогах тоже было неспокойно. Иногородний водитель большегруза заблудился в Улан-Удэ и выехал навстречу по Удинскому мосту. Наряд ДПС остановил его только на Терешковой. А мужчина пояснил, всему виной транзит маяки. А что вы думаете по организации дорожного движения в нашем городе? Пишите свое мнение в наших соцсетях. Годовщину снятия блокады Ленинграда отмечает сегодня Россия 650 тысяч человек. Потери гражданского населения за дни осады с северной столицы. Это почти в полтора раза больше населения Улан-Удэ. Пять фактов об одной из самых трагичных страниц истории. Далее. КОНЕЦ Эндемики для детей. Благотворительная акция проходит в Бурятии. Местное отделение Российского детского фонда представило серию головоломок. Байкальский заповедник. Как знакомятся с сербисами, нерпы, детсадовцы и в чем может это помочь в нашем сюжете? Животных всех узнаете на картинке? Да. Я знаю нефу. Кого знаете? Нефу. Они еще не выговаривают названия байкальских эндемиков, но уже запомнили, как они выглядят. Серия пазлов в байкальский заповедник попала в этот детсад благодаря детскому фонду. Марьяна, скажите, сами пазл собирали или кто помог? Алина. Она за этим столом присутствует? Да. Можете ее на нее пальцем показать? Да. Покажите. Давайте вот так по-честному. Какой пазл лучше? Тот, что дома, или вот этот вот? Тот, что вот этот. Вот этот лучше, да, чем домашний? Почему? Здесь животные из бабушки. Идея акции родилась еще в 2017 году. Деньги от продажи головоломок собирались потратить на благотворительную помощь. Все это время искали художников и производственные компании. Стоимость проекта около 150 тысяч рублей. Авторам помогли спонсоры. И пазлы разошлись по магазинам города тиражом в 2000 экземпляров. У нас была акция пандемии, в рамках которого мы впервые создали и начали реализовывать благотворительные магниты с изображением панды. Нам кто-то заметил, что почему только панда, почему нельзя сделать проект, где будут, допустим, наши байкальские животные, краснокнижные животные в Бурятии и так далее. И мы решили, что почему бы действительно и нет. У нас были привлечены художники из Чуваши, из Угнуртии и из Бурятии. А это уже магнитные пазлы для более взрослой категории детей. Знакомьтесь, Ирбис Саяша и Нерпа Аюна. Каждая деталь их пазла отмечена цифрами или буквами. Для того, чтобы в процессе сборки дети изучали алфавит и запоминали первые цифры. Воспитанники пользуются пазлами во время занятий с воспитателями. Также на занятиях с учителем-логопедом, с педагогом-психологом. Влияет на экологическое воспитание детей, а также на познавательное развитие, речевое. Серия рассчитана на детей от двух лет и старше, поэтому авторы проекта активно сотрудничают с детскими образовательными учреждениями. Пока в ассортименте только четыре вида пазлов, но создатели планируют его расширять. Деньги от продажи пойдут на программы благотворительного фонда. Срочная социальная помощь и талантливые дети. Сборная Бурятия впервые в истории завоевала четыре золотые медали на международном турнире Гран-при Иван Ярыгин в Красноярске. Первым медальный зачет открыл Александр Богомоев. Он завоевал золото в весе до 61 килограмма. В финале бурятский борец встретился с обладателем Кубка мира Рамзаном Фердалиевым. Счет поединка 11,5 в пользу лидера бурятской команды. Второе золото у Марии Кузнецовой. Как и в прошлом году, в решающей схватке против нее на ковер вышла японская спортсменка. Мария завершила поединок в сухую 8-0. Заставил всех понервничать балданцы жипов. За две минуты до окончания поединка он проигрывал 5 баллов, но смог повернуть ход схватки в свою пользу. Четвертое золото в копилку сборной бурятий принесла Вероника Чумякова. Феерическое выступление получилось. Четыре золотых медалей, две бронзовых и два пятых места. Пятые места, я думаю, тоже нужно отметить. Ребята до Ерегинского турнира проходили два сбора на Кавказе. Это Дагестане, Северная Осетия, Алании. Ну и дома тоже готовились. Отметим, две бронзовые медали для нашей республики выиграли Евгений Жирбаев и Даша Шарастепанов. Это все новости выпуска. Еще больше на нашем сайте оригус.тв. Оставайтесь в курсе событий. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова